простой человеческий анекдот один мужик автослесарь ну в сервисе он работал повез свою жену в женскую консультацию что-то какие-то неприятные ощущения у нее были в области живота решили проверить он привез там сидят они ждут прием потом он смотрит уже надо на работу ему ехать я поехал ты мне позвонишь она ему днем звонит ну он звонит в автосервис говорит николай позовите и говорят николай занят подойти не может может ему что передать нагреть ну передайте что в общем мы выяснили я не беременна это просто вот как бы там скопление воздуха поэтому были такие неприятные ощущения вечером он приходит домой злой как собака какого черта им звонила а чё такого чё такое что такое целый день только и слышу коля иди сюда нам помоги твоя штучка нужна колесо подкачать семья на кухне сидит жена моет посуду а муж газету читает и говорит о смотри гад британские ученые установили что мужчина в сутки произносит 4000 слов а женщина 8000 это потому что вам надо все по два раза объяснять мушка чего по телевизору шла реклама всевозможных тампонов прокладок и так далее вот это белое не надевать обтягивающие не носить не танцевать я никогда про это ничего не знал и подошел к своему деду доктору технического лауреата гостеростной премии спросил дед а зачем нужно вот это вот все десять секунд дед загружался так потом говорит ванюш ну видишь вот на улице дождик идет да ну вот чтобы не подтекала поэтому конечно любовь и романтика это хорошо о них мамы и книжки расскажут но сексуальное воспитание на мой взгляд очень но не у каждого такой дед как у тебя так все вы меня сегодня достали прям скажу сейчас я сломаю весь этот пафос можете в меня камни кидать классический анекдот по данной тематике муж и жена такие вот старой формации как бы люди сидят на кухне обедают заходит их юная дочь уже вышедшие из тинейджерского возраста ну лет там восемнадцать девятнадцать мам я чет не могу свои розовые стринги найти это зачем тебе да я в поход собралась отец такой поход здорово а все остальное взяла котелок фонарик палатку пап ну нельзя же быть таким старомодным будут стринги будет и котелок будет и фонарик будет и палатка цили ты шо такая надутая а мой шлемазл купил водяную кровать шо ты говоришь монечка готов к переменам у вас будет любовь на воде сейчас его темпераментом это будет отдых у мертвом море то рыба спрашивает рыба в чем разница между кошмаром и ужасом это очень просто ужас это когда морская волна уносит вашу тещу в открытое море а кошмар когда она возвращает ее обратно что александр григорьевич он в своем стремлении всех перехитрить и в конце концов перемудрил по моему сам себя история не новая это вот как раз визит минске ян в январе майка помп его в белоруссию да когда вот они договорились что белоруссия будет покупать американскую нефть после этого лукашенко сразу летит к путину в сочи путину встречает на пороге резиденции своей здрасте александр григорьевич рад видеть вас сочи много вопросов много работы давайте начнем обождите владимир владимирович я не могу просто так войти вашу резиденцию мне еще надо переобуться бабушка отчитывает своего внука ну мальчишка такой лет восемь вот такой самый сыр войнец как ты зачем же негодник рассказал милиции что дед самогон гонит а мне надоело чай без сахара пить в гуме потерялся мальчик маленький плачет милиционер значит его утешает где ты не бойся сейчас мы сделаем объявление по радио твои папы с мамой услышат и тебя найдут мальчик еще пуще нет нет не найдут милиционер почему не найдут потому что они слушают только голос америки в ресторане официант подходит к клиенту и говорит ну что вы определились с тем что вы хотите заказать года принесите мне то что ест мужчина вон затем столиком вы простите это невозможно он не отдаст если вы хотите чтобы ваша реклама работала вы должны очень четко понимать какой именно образ где именно когда именно вы собираетесь использовать например образ женщины с красивыми руками он подходит для рекламы там лака для ногтей колец браслетов женщина с красивыми ногами это реклама чулок колготок туфель а женщина с красивой грудью хорошо помогает рекламировать белье купальники платья костюмы шубы холодильники микроволновые печи мебель телевизоры компьютеры велосипеды мотоциклы автомобили катера яхты недвижимость банковские услуги и туристические курорты все очень просто галина михайловна извините разговор на одном собеседовании назовите ваши главные положительные и отрицательные качества они у меня все главные как так а так я могу сначала на все положить а потом все отрицать это занимательный социологический эксперимент провели в странах балтии в государственных учреждениях и в жилых помещениях гасили свет в коридоре и клали грабли на пол вот по результатам этого эксперимента было установлено что 95 процентов жителей балтийских государств русскоязычные